Дорогие друзья, мои уважаемые зрители, рада всех приветствовать на нашем с вами канале, на канале Pidugna Life, моем творческом, всего жизни Венеции. И сегодня мы с вами приехали в Maison Sibu Monte. Зайдем посмотрим. Опять не скидки, опять не смс-ки приходят, хотя вот индивидуальные скидки тут они не дают. У меня нет индивидуальной, никого нету. Вот, что я их много покупаю у них, но я могу купить только эти скидки, которые для всех, понимаете? Тут нет такого, что ты вот набираешь на определенную сумму и от количества чего-то там накупила, там делаю скидку, нет, тут такого нету, всем одинаково. Если скидки, то скидки. Входишь ты в этот клуб Maison Sibu Monte или не входишь, скидки для всех одинаковые. Вот сейчас у нас конец июня, да, и мне интересно скидки на что. Вот хочу, хотела бы посмотреть. У меня вот Карина с Францией, которая открыла недавно бутичок, она приезжала ко мне и с мужем один раз, один раз с дочерью на этой неделе, на этой неделе я должна сама им докупить немножко товара. Она вот открыла свой бутик в Франции, вот, она говорит, я говорю, Карина, я вас завезу в Maison, она говорит, это же наш французский магазин, я его тоже знаю, его тоже люблю, я тоже его покупаю, вот. И она вот сейчас не сбросила фотографию, там, открытие, видеофотографию, вывеску, которую она сделала, и зеркало, которое она купила в Maison. Она говорит, что скидки, далеко не на все, но скидки есть, ездить, посмотри. Вот и мне тоже пришла смс, я проигнорировала, но думаю, все-таки заеду. Заеду, тут приятно походить, сейчас жарко, а тут внутри, конечно, кондиционер. Тут приятно походить, посмотреть. Много интересных вещей, и, конечно, ты все же не купишь, потому что, ну, тебе все, надо же куда-то его ставить. Вот, но хоть посмотреть, да, смотренность, это тоже хорошо. А что бы я хотела, а я все-таки вот вынашиваю идею, у меня просто негде его ставить, это зеркало. Я бы хотела себе большущее зеркало, большущее такое в золотой раме, красивое, мы подойдем, посмотрим с вами. Я бы хотела его где-то на стену, просто опереть на стену, да, и вот делать вам такие вот зарисовки там своего лука. Вы меня часто спрашиваете, почему я не показываю свой лук, но вот думала, что как-то хочется, чтобы хорошо было оформлено. Ну, вот этого не люблю, но не люблю ужасно, и ни живых, и ни скульптурки разные, не люблю. Вот лазуны, это, конечно, не мое. Хороший бегемотик, вот это бегемотик, да, и птички, птички, бабочки, такое я люблю, такое мне нравится. Такое все легкое, доброе, сказочное, немножко мистическое, да, такое да. А вот эти разные гады, не люблю. Такая тематика, я бы сказала, летняя, дачная такая тематика этих подушек, да. Сразу хотела сказать вам, морская, но это же не морская, это же можно ее в бонжерную, а у нас в любви. Люди зашли сейчас, время обеда, вы знаете, что я люблю приезжать, время, когда итальянцы в основном спят, понимаете, на время обеда. Люблю приезжать по магазинам, ходить, делать видео, потому что в это время именно мало людей, и можно спокойно погулять. Еще бы я купила, если будет, то возьму, а знаете что, возьму, подушка тоже, красиво как декор, декор мне не надо, может быть, на шуле, не знаю, она там березы хотела. Вот, я возьму себе еще третью жирафу, если будет подушечка, у меня жирафка, одна в комнате, в зале, а другая на террасе. И вы знаете, что они мне нравятся, это, что на террасе она уже выгорела, и я бы еще купила. Смотрю, моих бокалов нету, потому что один у меня разбился. Я всегда покупаю 7, вот такой вот большой, круглый, с золотым водочком, и его нету, он у меня один как бы уже в мусорнике, да, вот такие у меня тоже похожие. Отсюда же, отсюда же, ну а тех нету, 7.35 был один бокал. И я бы еще взяла два, их нету. А это что? Угу, на коктейль? Да. Угу. А это трубочки стеклянные? Стеклянные и опасные. Мы в машинке, конечно, но все равно, не знаю, или нет. Что это? О, тоже на коктейльчике. Там мы видели вазу синее, ручка такая была. А тут вот на фруктовнице. Там была керамика в таком же стиле, а тут фруктовница. А ну что, посмотрим. Выложили ли они соломенные эти салфетки? Нет, только синим, да, ободочком. Там синие, голубые. Мне нравятся нейтральные, потому что посуда у меня вся яркая. Не выкладывает на скидку. То, что мне нравится, на скидку не выкладывает. Бывает у вас такое? Вот такое, если бы оно было просто без цвета, чтобы был какой-то нейтральный цвет. 5,99. А если зеленое, то это 30% скидки. 6, минус 36, это рубль 84,20. 4,20 выходит одна со скидкой. Ну, если я правильно посчитала, так на ходу. Если зеленое, то 30%. А если красное, то 50. Вот на эту жирафу 30%. Да? Да. Ну, пока мне тут ничего не надо. Идем дальше. Идем дальше. Слушай, вот ознакомливаю вас, ознакомливаю. Не, ну, тоже ж как бы надо и вам тут это посмотреть. Я так думаю, кому интересно, что вот в Италии в французском магазине в Италии продается. Это 50-30-50. Вот здесь можно купить, знаете куда, картины? В ванную комнату. У меня есть в ванной комнате картина? Нету. А это стрекоза, да? Типа у меня есть, и там корзина у меня с клубникой типа висит. Вот это неплохо. Это неплохо. 50% 25 евро. Давайте я поставлю где-то так, чтобы... Ну, вот. На пол положу. Кошелки-корзины тоже по скидкам сейчас идут. А вот эти интересные как-то коврики, пылесборники. 15 евро получается, 16. Прикольный тоже такой. Прикольный, кстати. Тоже много ничего можно использовать, даже кашпу, как кашпо. Прикольный, да? Меховый такой. Вот эти корзины хорошие. Ну, я просто смотрю, потому что, если вы видели мою квартиру, вы знаете, что у меня это все есть. Я смотрю и сразу думаю, куда-куда еще, что мне не хватает. Я вам скажу, что мне не хватает. Немножко удачи и денег. Не, слава богу и удачи, слава богу. Я трудяшка, я иду вперед, не унываю. Все хорошо. Вот такая интересная подушечка. Если кому подходит... А вот эти классные, боже, какие классные, да? Такой прованс. Ой, какие хорошие. Прованс. Это все на наволочке скидка. Ну, вот где моя зебра? Вот это, наверное, моя зебра. Нет. Сейчас я отключу камеру и возьму двумя ручками, посмотрю. А вот это жирафа, что мы уже сами видели. Вот тарелочку. Жирафку. Это просто стрелец, я вижу там. Так, где моя зебра? Неужели нету зебры? На шторе тоже вот скидка. Вот у меня в зале, если вы помните, вот такого плана висит. Я ее одну купила под скидком. Сейчас 50% скидки. Я ее купила одну, боюсь стирать, не знаю, не сбежится ли она. Я ее купила за 40 евро одну. Это 50% скидки было. А сейчас она сколько стоит? 66, ну, 366 или 99? А, 99, 100 евро. Значит, 50% это будет одна вот эта штора, будет стоить 50 евро. Да, я купила за 40 по скидкам. Немножко просто цены поняли, да. И вот этот серый тоже мой цвет. Мне подошло бы тоже в мою квартиру. Так хорошо сейчас в моей квартире она прохладная. Там же деревья такие высокие выше дома нашего. И очень хорошо сейчас, когда жара, то у нас это просто сказка. Все приходят к нам и говорят, как у вас классно, как у вас не жарко. Такая как раз хорошая температура. Какой-то шер. Вот сюда только лампочки, видите. Вот так он издалека смотрится. Овалы, крухи, все, просто лампочки. Этот стол мне нравится. Вот именно как он сделан. И сюда подходит такая вот посуда, да, реально подходит, да. Синие с оранжевым и немножко абстракция, да. Столик с листиками монстеры золотой. Смотрите, я был 200 евро. Сейчас 100 евро. Интересно, да? Знаете, на каждое видео свой клиент. Вот я пишу название ролика, да. И вот видно, что кому нравится. Кто любит, чтобы это была экскурсия по Венесе. Где-то мы поехали, погуляли. Кто-то любит интерьерные решения посмотреть. Кто-то просто прогулку какую-то, кто-то оптовые склады, да. Вот реально, я так надеюсь, что каждый может найти что-то свое на канале. Вот это мне очень нравится. Сторож в прихожей, охранник. Большой, но очень добрый. Видно, что добрый, да? Я собачке. Какой тигр. Да, к серому так. Не, можно на любой фон положить, правда? Ну вот, даже на синий. Синий, зеленый, оранжевый, серый, белый. Какой цвет хочешь вытянуть, можно вытянуть, да. С этой подушки. Как картина. Вам цену сказать. Нету цены, она единственная. Ты рекордик вам до винии, квестового кущина? Я могу. Бары вот такие в лофте, да. 29 или мантановые. Угу, 30 евро, квази. Угу. У них валик, чтобы это просто белье. Попросила девочку, которая здесь работает. Говорю, я не вижу свою зебру. Говорю, я уже две купила. Одна на террасе, одна в зале. Говорю, потому что на террасе уже выгорело. Я хочу еще. Она говорит, ну сейчас поищу. Принесла, говорит, ультима. Ультима это последняя. Такие. Что-то мне хочется вот такого. Надо посмотреть рост. Вот так на стенку. Просто место, место, где найти. Вот такое большое надо. Именно такое. Ну 400 евро, я так и думала, что где-то там будет 400. А почему это 289? Оно еще выше. Так, сейчас посмотрю. За основу вот эту, да, настольную лампу. Она же недорогая. Относительно. Она же недорогая. Такой эксклюзивчик, да, 65 евро. Просто если цвет не подходит, то поменяй себе вот этот плафон, оттяни себе другую ткань. Правда? Но этот павлин, павлин, красиво. Ну вот, я думаю, доставка зеркала. Вот это дешевле как-то, 300, потому что меньше всего, наверное, накручено. Ну вот так вот овал, не знаю. Но высота хорошая. Я думаю, еще доставка будет 100 евро. Минимум, чтобы довезли, дом везли нормально в машину. Оно мне, конечно, не войдет. С моей крючком вязаной. У меня есть такой желтый ромбик. Ромбом вязан таким, да. Желто-горячий. У меня когда-то директор нашего торгового центра покойная уже Ольга Васильевна связала. Она у меня на красном диване лежала, прорубно. А тут пока без народности лежит. Красивенько, да? Не знаю, удобно ли. Не тяжелая, не красивая. Это что, новые листики получили? Бондюрнула. Уже все девочки проходят, все мне уже знают. Тут и о работниках. Так, новые листики получили, да? Немножко у меня другие. Тоже отсюда немножко другие. Мне светлее. Угу, 4 евро, да. Такая же цена. Вот если что-то так прилипло, то оно срывается краском. Надо осторожно очень оставить. Угу. Эли не сказать, она хотела. Дорогие друзья, мы будем заканчивать наше с вами путешествие по французскому магазину Мезон Симондо. Кстати, такие богатые итальянцы, уважающие себя, наверное, какие-то традиции, такие итальянские, свои семейные. Вот, когда я бывала в домах, то вот у них вот именно вот все тканевое, не так, как я пластику там себе ложу, мне так удобно, да? Потому что уж ткань надо стирать, гладить, это все, да? Придеть в порядок. Но это, наверное, те, которые, не знаю, может, у них есть послуживающий персонал, я не видела, но при мне не было, потому что я была приглашена там на ужин, обед, но я не видела. А так, наверное, и есть, чтобы ухаживать за этим всем текстилем. Красиво, да? Все, друзья, папусики. До скорых встреч. Ча-ча. Субтитры сделал DimaTorzok